Как дашь от любви? Будешь счастлив, как никто другой. Выходите сюда, дочь или короля. Уловка от французского военкома. Прекрасная цыганка обещает Фанфану судьбу, ради которой не грех согласиться пойти служить в армию Людовика XV. Тем более, что альтернатива не завидна. Главный герой соблазнил дочь Мельника, и теперь ее родственники силой хотят заставить Фанфана жениться. Впрочем, человек и сам может быть творцом своей судьбы. Даже если все, что пообещала гадалка, ложь. Главное, не побояться разбойников и отбить у них пленных женщин. Глядишь, среди них и будет та самая дочь короля. Хорошо известный авантюрный сюжет в первую очередь должен развлечь публику. Что и не скрывает в театре музыкальной комедии. Чтобы всем было легко, нужно вложить очень много труда и фантазии. И чтобы всем было легко и легко работалось, и чтобы в зале было ощущение легкости, идущей со сцены, легкости и праздника. На самом деле, это самая трудная обычно постановка. Во Франции Фанфан один из любимейших народных героев. Есть легенда, что в 18 веке у него был реальный прототип. Бравый сержант, запомнившийся своими подвигами. О нем сочинили песню, затем начали писать пьесы, ставить оперы. В 20 веке к биографии Фанфана добавились несколько очень успешных экранизаций. Смелый, неунывающий, авантюрный герой, любимец женщин, выходящий сухим из воды, стал своим во многих странах мира. В москомедии на заглавную роль определили аж трех артистов, в их числе Антон Войнолович из «Красного факела». У нас трое человек на этой роли, и у каждого абсолютно разный персонаж. У нас есть только одна какая-то общая канва, что это должен быть человек очень везучий, очень такой незаморачивающийся о смысле, о том, что с ним будет в будущем, бросающийся с головой в омут. Вот это единственная черта, которую мы пытаемся сохранить. Но каждый к этому приходит по-разному. Такие истории не обходятся без элементов классической комедии «Плащай и шпаги». Артистам пришлось немало потрудиться над постановкой боев с известным новосибирским специалистом Василием Лукьяненко, который на репетициях просил разбойников и солдат фехтовать с холодной головой, не давая воли эмоциям, чтобы избежать травм. Мюзикл из этой авантюрной истории с лихо закрученным сюжетом сделал композитор Андрей Семенов. Несколько лет назад он был поставлен в Московском театре «Аперетты». Я бы не сказал, что слишком сложно как-то. Это там не Альфред из «Летучей мыши», это не Рассельон из «Веселой вдовы». Но подача нужна, и нужна живая подача. И нужна особенно четкая работа со словом. В этом, я думаю, заключается сложность данной музыкальной партитуры. Этой премьерой Новосибирский театр музыкальной комедии закрывает сезон. Среди объявленных планов на следующий – мюзикл «Средства Макрополоса» Владимира Баскина. Алексей Кудинов, Константин Тынаев, телестанция «Мир».